И снова всем любителям больших пиратских приключений привет от Дезертира и Ассасин Скрит Блэк Флаг. Как вы слышите на заднем фоне, я уже в игре. Поехали. Ох ты ж, можем осматривать приближай. Ну прикольно. Мы нашли какой-то неплохой остров. Плывем чуточку поближе. Нас сносит к берегу. Я думаю можно поставить корабль. Итак, нас сейчас будут учить, видимо, охоте и ремеслу. Вы можете охотиться на животных, освежевать их. Вы получите охотничий трофей. Своей помощью вы сможете изготавливать новые вещи и улучшения для Эдварда. Чтобы выследить зверей, можно пользоваться орленным зверением. А в меню ремесла можно попасть из меню паузы. Примерно так, как всегда. О, именно нырнул. В прошлый раз я просто выпрыгнул, но не нырнул, а сейчас вот. Хотя... Это будет такая миссия. Удерживаться для прицеливания. Но там портится шкура, по-моему. Если я вижу первого зверька, то у нас убит освежеванный апселлотов и игуан. Да хрен тебе. Называется дезертирка, ты ну-ка ничего не смыслишь. Ага. Охота будет долгой. Если я не буду стрелять. Видимо. Хотя остров, кстати, не такой уж и большой на самом деле. Может корабль там показывается еще кто-то. Оцеллоты, я так понимаю, довольно мирлюбивые животные. Он попробует как-то... Вообще, я хочу попробовать поймать игуана. Да как так-то? У меня прям обнаруживаются и километр, наверное. Сейчас попробуем вот этого от слота убить. Но он от нас тоже убегает. Вот блин, как они меня обнаруживают? Не понимаю, у тебя идти. О, зато здесь есть лоб. И с ней можно вернуться на корабль. У меня вопрос, а как мне поплыть обратно на остров? Ну, то есть, туда я приплыл на лодке, а... Ну, чисто теория, у нас должна быть своя лодка. У нас ее нету. У тебя я только что ее взял. Капитан в море! Придется убивать бедных оцеллотов из пистолета. Потому что, я так понял, гоняться за ними довольно бесполезное занятие. Кость, шкура. Нет, видите, все-таки. Все-таки не такое уж оно, во-первых, и бесполезное. А-вторых, где-то там оцеллот. Следующий, так называемый, оцеллотик. Перезаряжаем оружие. А теперь нам надо найти игуану. Где же у нас игуаны? Где же у нас игуаны? Ох ты, мама меня. Ага, мы застряли в дереве. Это просто нечто. Попробую все-таки забраться на... Вообще, я знаю, что можно вроде как... Вот, да. Чтобы забираться выше. И попробуем. Ну, почему-то у нас дело это не получается. Не знаю, ладно, пофиг. Как-нибудь в следующей жизни. Ага, вот что надо было сделать с самого начала. Это осмотреть данную территорию. Кстати, оцеллоты, по-моему, пропали. Как только я убил двоих из... Ну, вы поняли. Эта серия будет такая, скажем так, разведывательная. Вот так. Вот здесь вот есть бутылка. Здесь есть игуаны. Здесь есть карта. И здесь есть оцеллоты. Так же. Ну, короче, пойдем сначала за картой. Там рядом будет бутылка. А потом сводим уже к игуанам. Я думаю, это будет вполне симбиологично и нормально. И так, подбираем бутылочку. Взаимодействовать. И что же у нас в ней лежит? Питер Бекфорд. Стоит, пожалуйста, упомянуть кое-что о моем нанимателе. Ибо это благодаря его положению и знакомствам я взялся, ввязался в очередь мутные дела. Питер Бекфорд был человеком великого обаяния и большой гордости. Но Нейманкова приехал в 1662-м и всего за 10 лет сумел завестись солидным участком земли, и какой без промедления пустил под тростниковые поля. Когда я начал служить у него, он был, как сам любит, приговаривать крупнейшим в мире частным землетельцем. А в щедрости мог сравниться разве что с королями и императорами. То же относилось и к числу рабов. На Ямайку он прибыл всего с тремя, а теперь ему принадлежало их целых три сотни. Мистер Бекфорд был дельцом ушлым и беспощадным, а нрав его можно уподобить буйному циклону. Гнев, ярость и злоба быстро охватывали его. Коли спор не удавалось разрешить в его пользу без промедления, впрочем, ко мне он был добр. Так что о лучшем хозяине я и не мог и мечтать. Но сие я отношу за счет моего положения. Мистер Бекфорд придерживался традиции, уважал чужое происхождение и воспитание. Поначалу он и вовсе был губернатором острова де-факто. И хотя к моему прибытию от политики уже отошел, по-прежнему сохранял манеры человека, рожденного, чтобы вести за собой других. Свои политические знакомства мистер Бекфорд ценил не меньше, чем свой сахар и деньги, каковы выручал за свой товар. Из-за сих его знакомств я и повстречал после прибытия к нам испанцев человека, который вскоре изменил мою жизнь к худшему. Звали этого молодого человека Лауреана Торрес. Вот, как-то так. Хотя Торрес, 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 Торрес. Это случай не тот, который был недавно с нами. Ладно, неважно. Мы нашли труп. Остров, Большой Камень, 7, 4, 6, 5, 6, 2, 5. С лодкой. Это точно не эта карта. Хотя, все может быть, если вот здесь есть Большой Камень. Или вот там вот есть Большой Камень. Это 6, 1, 1, 8, 9. То есть... Вау. То есть это реально откры... Ахренеть. То есть вот... Нет, все. Я уже заочно обожаю эту игру и бактворю создателей. Нет, реально. Нам, короче, позволят по всему вот этому плавать. Ахренеть. Я обожаю плавание. Все. Это моя любимая игра из серии Ассасинов. Даже несмотря на то, что многим она по некоторым разным причинам не нравится. И я могу сказать, что она мне уже заочно очень сильно нравится. И мне абсолютно без разницы на мнение других, что она может быть плохой. Для меня она уже очень хорошая. Так, попробуем найти вот этот маленький кладик. Вот. Кстати, самые последние серии будут, скорее всего, где я буду уже дособирать, если мне будет не лень. Итак, смотрим, где же у нас с вами игуаны в той стороне. Не в ту сторону просто побежал. Итак, что касается игуаны. Это довольно немаленькие животные тоже такие. Я бы даже в каком-то смысле сказал. Большие животные. А целота нам предлагают все-таки убить в воздухе. Ну что, попробуем убить от целота в воздухе, как вы считаете? Думаю, стоит попробовать. Ну. Так, доступ к разделу фрагмента анимуса. Зачем нас сюда? Изготовьте предмет, улучшающий здоровье. Изготовьте новую кобуру. Нам назойливо говорят, чувак, иди и сготовь предметы. Так, улучшение здоровья, видимо, это увеличит здоровье на 25. Отлично. Для следующего нужно шкура оленя. Для подсумки нужна шкура кабана. Кожа горбатого кита. Сколько у него там пистолетов? Ладно, в общем, мы можем теперь носить несколько пистолетов. Это круто. Хотя мне больше интересно, можно ли... Например, вот я вот сейчас вижу чаек. Я так понял, что их убить нельзя, и вообще они... Да, побочные персонажи, скажем так. Сейчас мы постараемся вон там вот заныкаться. И подождать какую-нибудь... Заразу. Чем они в любом случае о нашем присутствии не знают. А почему я не могу... А, вот. И... Читы. Читы позволяют переигрывать задания, используя любопытные иментификации. Помните, что при этом ваш прогресс не сохраняется. Чтобы активировать чит, откройте меню паузы, перейдите в раздел испытания Абстерга, а затем выберите чит, появившиеся все списки. Это, конечно, круто, но... Нет, спасибо. Не интересно. Хотя в будущем, я думаю, можно попробовать там. Ну, когда уже будет лень что-либо делать. Когда уже там пройду все, например. А вот. Испытание Абстерга пройдено. И мы возвращаемся на наш корабль. Как я и сказал, это будет такая миссия. Из разряда осмотреться там, что-нибудь поделать. Скорее всего. Эй, капитан, все нашел? Моим исканием нет предела, друг. Но я смастерил себе кабуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В НАСАУ нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Итак, задание выполнено. Я на 100% его сделал. Сама миссия, честно говоря, на троечку. По моему мнению. Но суть в целом, мне она понравилась. Потому что охота, это все-таки такое интересное занятие. Итак, серии выстрелов. Выбрав пистолета, нажмите ее в несколько раз для серии выстрелов по выделенным целям. Такая стрельба наносит противника меньше урона, но позволяет первому прервать их атаки. Отдать гроты, по ветру! Ну что ж. Начинаю. Поднимаем все паруса. Итак, давайте сейчас соберем ресурсы. Убравить лизеля! Убрать все паруса! Живо! А ребята-то поют. Офигенно поют, ребята, мне нравится. Давайте сейчас попробуем спасти утопающего. Правый борт, Кэп. Тут выживший! Убавить паруса от бури! Марс или кроки по ветру! Все наверх! Отдать паруса! Марселя! Бромселя! Помбрамселя! Леселя! Все паруса! Да! Мне нравится. Реально такая пиратская автоматка. Прикольная. За бортом добыча, сэр! Сахар. Ладно, надо потихоньку двигаться к нашему месту. Мне больше интересно, что это за паруса висят в воздухе. Что за... Ром! О, я ребятам подарок нашел. Давайте обойдем это... Опа, стоп там еще. Нет, ну я не могу идти. Я не вернусь сюда. Рифить все Марселя! Слева, капитан! Там кто-то плавает в кэп! Вроде живой! Прямо живой, это хорошо. Экипаж увеличен. Сейчас быстро зайдем за этим грузом. Но, как я сказал, иногда будут вот такие а-ля исследовательские миссии. Но я думаю, что я сегодня все-таки доплыву до нужного мне места. Точнее, до восклицательного знака. Вот там вот форт, он, видимо, ведет вот туда вот. Итак. На САУ переместиться. Ну, почему-то нет. А что они... Вы думаете, что я не подплыву четко к причалу? Видимо, разработчики не дали нам возможности. Либо они предлагают нам оставить корабль как бы там, а самим переместиться на лодке. А может нет? Не знаю, сейчас увидим. На САУ, Багамы, сентябрь 2017. Давай, капитан Вонючка! Скажи, что я арестован! Ну, скажи! Твои братья? Давай, беги, птина! Беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи! Хм... И так вот, я могу сейчас в данный момент изготовить... Так, что там мне там... Опять показывают, что... Можно, в крайнем случае, на Икскейт нажать. Еще раз, ремесла. Подсумок. Подтвердить. Шкура там... Надо было сколько? Для следующей кость акулы. Я хочу уже вот такую броню сделать. Вообще, там еще будет... Более крутая броня, на самом деле. Какие-то улучшения Эдварда можно сделать. Клинки. Или там имеется в виду общие улучшения. Угу. Холодное оружие, пистолеты. Улучшения галки. Это гарпун орудия, корпус отсеки. Но гарпун есть. То есть можно на абордаж, получается. Снаряжение, испытания, база данных. Параметры. Ну что ж, здесь, я так понимаю, остров пиратов. Или как они себя называют, свободных людей. И наша задача пройти подальше туда куда-нибудь. И узнать, что же все-таки здесь, наверное, творится. Ну или набрать еще в команду людей, или... Наверное, старина Эвери. Прикольно. А, конечно, вот не прикольно то, что у него через халат руки. А музычек прикольный. Итак, открыт набор. Начать затание. Клянусь богом, вот славная встреча. Выпей с нами. Привет. О, Кенвей. А это кто? Адэ Валя. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой Брик в честь дурацкой птицы? Адэ. Это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Адэ спас мне жизнь. Мы ищем людей. Нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел Королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Команда Галки. Данная шкала показывает силу вашей команды. Команда крайне важна при абордаже. Чем больше корабль врага, тем больше нужно людей для абордажа. Это логично. Набирать команду можно двумя способами. Матросов можно нанимать в таверне, можно. Также можно помогать пиратам, попавшим в беду. Ну, я думаю, матросы, которых нанимать, посильнее будут. Нанимать пиратов 15. Давай офигеть! Отправляй всех на галку, я найду им дело. Счастливо! Ну что ж, начнем потихоньку набирать пиратов. Нам их надо набрать 15. Так, ну почему-то, кстати, не вся часть переведена. Епаж плюс 4, хотя я освободил двоих. Окей. Где-то сверху, что ли? Да, это, видимо, где-то сверху. Ну что ж, сверху, так сверху. Давайте заберемся на этот верх. Быстро уходим отсюда, чтобы нас не запалили в том, что это мы. Потому что иногда горожане сообщают. Кстати, вот здесь опять английский флаг. Ну, нам не это важно, нам сейчас важно спасти наших дорогих пиратов. Хотя, почему дорогих, вдруг они дешевые. Ну ладно, не в том речь, не о том точнее. Я так смотрю... Я случайно. Я же бежал. Как говорится, это не честно. Ну, они меня поймали. В смысле, упустили. Они меня поймали, главное. Вот, ладно, пока они меня там ищут, я убегу за... Так сказать, место поиска. Найду вот. Вот уж. Это какие-то бочонки, которые можно взрывать. Видим, это бочонки с динамитом. Давайте попробуем спасти. Хочешь полсотни линьков заработать? Я может и выгляжу так, но я не из бандитов, нет. Как-то так. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Еще экипаж плюс два. Давайте все-таки я попробую... Ворваться, так сказать, в форт. Что, простите? Кто-то в него. Легче, чем в Сейкс. Я могу его от сюда. Слышен шаг на него. Пока убиваем этого. Айзиота. Ой. Сейчас я не должен пропускать ни одного. Гитара или выстрела. Самое печальное. В общем, я справился, на самом деле, с тем, чтобы не пропустить ни одного выстрела. Меня снова не видят. А это значит, что я могу через какое-то время спрятаться и исчезнуть из их поля зрения навсегда. Все же я хочу попробовать напасть... А вот форт не форт, не знаю, как он называется. Чем-то метка та исчезла. В каком-то смысле, тогда получается, зря только убежал. Ну, давайте тогда... Спасать бедных пиратов обычным способом. Вопрос, быстро или медленно? В твоем случае это будет быстро и медленно. А вы опомнитесь, ребятки. Что же вы так взбесились-то, а? Ну, наверное, потому что они умерли. Выручили, сэр! За Джеком не пропадет! Опять за Джеком? Ребят, вы что, все Джеки? Джеки в рабе, мотива. Ладно. Пропустим это мимо ушей. Ненавижу вас. Английские ироды. Хотя я против англичан на самом деле ничего такого не имею, но... Здесь я не против пиратов, а не наши враги. Почему на английском-то половину? Итак, доберитесь до виселицы. Вот, видимо, что находится в форте. И здесь я соберу, скорее всего, последнего члена экипажа. Назовем это так. И так, у нас западщик. при зарядили пистолет у нас теперь получается что 4 точение 4 2 все быстрее там схватили на руках этого пирата кровь множество невинных не дам повесить ой да ладно союзник погиб блин а то хреново я что-то не заметил в этом здоровье я думал так ворвусь прям не успеют ничего сделать а тут раз и успели спасите перебифировка капитан быстрее там схватили одного малого хотят повесить на руках этого пирата кровь множество невинных жертв по приказу его высокопревосходительства а преступник будет повешен за шею пока не умрет не скрутили меня тебя б не жить мои ребята тебя найдут ну что ребят давайте думаешь лучше всех что ли крутой да эй я нажал е вот 5 десинхронизация ладно вы весь короче диалог слышали так что монолог точнее в его честь пирата сейчас быстро убиваю спасаю молодец все круто и вообще надо бы как-нибудь с другой стороны зайти там не знаю капитан быстрее там схватили одного малого какого они конечно не ожидали да ладно вообще нельзя ни под кого попадать мой малый до сих пор бежал ну чтож доберитесь до таверны следующая часть этого задания не мы должны ее сделать так как надо и больно ну чтож пробуем за музыкой сходить как вариант музыка я так понял это будет та которую будут петь у нас пираты то есть чем больше музыки мы найдем тем более разнообразная музыка у нас будет во время плаваний это круто что ну что теперь отправишься на промысел а слыхали про обсерваторию но да старая легенда как эльдорадо или источник молодости да ладно это девушка конкретнее не то храм не то гробница и там лежит сокровище точно смотри ребят отшпарить ха 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 брехня хочешь гоняться за сказками вместо золота это дороже золота теч дороже добычи с любого испанского галеона грабить королей чтобы нищие стали богаче это да это не богатство это сказки вот примерно так и заканчивается эта серия что я могу сказать ребят мне эта миссия определенно понравилась я могу оценить на 4 вполне себе ну а вам как говорится пожелать удачи смотрите кому нравятся мои видео подписывайтесь на канал если у вас есть такое желание а далее всем удачного дня с вами был как всегда я дезертир пока 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 пока